представитель Украины. Представляете, они будут между собой выяснять отношения, кто попадет в 1-8 финал. Но эти поединки будут вечером, а сейчас мы будем наблюдать вот яркого представителя казахской школы бокса Геннадия Головкина. Я хочу сказать, что это первый бой, дорогие друзья, и того, и другого спортсмена. И вот поэтому давайте ждать. И у нас тут дебют Гайдарбека Гайдарбекова, а это началось все. 14-го числа был успешным в этой весовой категории. И следующий бой он проводит с представителем Узбекистана Шерзодом Абдурахмоновым. Геннадий Головкин, я повторюсь, чемпион мира 2003-го года, а вот Гайдарбек Гайдарбеков чемпион Европы 2004-го года. И причем еще он был признан лучшим боксером на чемпионате Европы. Я хочу это отметить, хотя у меня по этому поводу были большие споры с Рыбаковым. Я почему-то думал, что Евгений Макаренко у нас будет признан лучшим боксером чемпионата Европы, но каждый остался, так сказать, при своем мнении. Главное, чтобы побеждали, Гайдарбеков. Главное, чтобы побеждали здесь, да. Кто там лучше, кто там хуже, пусть решают жюри судейские. Итак, весовая категория 75 килограмм, но вы сразу увидите, дорогие друзья, как отличается поединок от того, что мы с вами видели. Перед этим весовой категорией до 51 килограмм. Уже более такие тяжелые бойцы на ринге и такие размашистые удары. И вот в плане, скажу, на технике, значит, малыши всегда показывали более грамотную технику. Но здесь уже сила ударов другая, согласитесь, Николай Ильич, пока представитель Казахстана Геннадий Мойтезка пока лидирует, хотя отрыв не очень большой. А вот я напомню, что на чемпионате мира в Бангоке в 2003 году он в финале одолел украинского боксера Олега Машкина, который тоже выступает на Олимпийских играх в этой весовой категории. И вот там же они победили представителя Кубы, который стал бронзовым призером. Ну вот я хочу сказать, там достаточно такое было рассечение тоже, спорный очень был поединок. И там выигрывал Машкин, вот, и там оставалось буквально несколько секунд до конца боя, и бой был остановлен ввиду рассечения. Хотя оставался, я повторяю, по этому поводу, вот до сих пор еще там все споры не утихают. Ну, давайте, тем не менее, внимательно наблюдать за этим поединком. Три очка пока лидирует представитель Казахстана, потому что Олег Машкин у нас также в этой весовой категории есть, он также успешно выступает. И он будет сегодня вечером проводить свой поединок с представителем Германии, Лукасом Делашем. Ну вот их поэтому и разделили в разные турнирные группы. Помятуя о том, бои на Чемпионате мира, где они оба были финалистами, тогда победа досталась, как я уже говорил, Геннадию Головкину. Ну, напомню, первый свой бой, первый пока бой проводят, поскольку они в привидение не попали, так распределились с жеребьевкой. У него в этом весе. Второй раунд, второй раунд, дорогие друзья. Вот сразу как-то, не подготовив атаку, бросается вперед Али Ахмед Хан. Геннадий очень популярен в Казахстане, все газеты, телеканалы казахские, все время о нем пишут, его приглашают, он участвует во всех турнирах. Он приезжал в Санкт-Петербург на турнир, когда встречались представители России, Украины, Белоруссии. Ну, а пример-то какой прекрасный, Олег Маскаев. Олег Маскаев также представлял сначала Казахстан, Казахстан, Азбекистан, потом, да, и в конце концов он у нас сейчас на слуху в профессиональном. Вот хорошо справа поймал на встречном движении Геннадий Головкин, очень умело, очень ярко. Вы посмотрите, постоянно у него ударство, и слева, двойная серия. Потрясает он своего соперника, и рефери растерялся, по-моему. Можно было и отсчитать после сильнейшего удара нокдаун пакистанцу, но не решился он это сделать, по-моему. Ну, понятно, почему. Вот посмотрите, опять этот удар справа, жесткий очень. Удар справа жесткий, я согласен, но когда бьет, он не видит, куда бьет, в этом его недостаток. Он наклоняется вперед в голову и наносит этот удар жесткий, а нужно смотреть, куда ты бьешь. Чтобы не пропустить самому навстречу. Показывает рефери, что нужно перчатки, тем не менее, заворачивать, когда наносит удар. А разница уже в 9 очков, тем не менее. Ну, правильно, разница соответствует тому, что мы видим сейчас. Провалил Геннадий своего оппонента. Провалил. Вот еще два удара. Неплохая серия. Дистанция, несмотря на то, что мы видели все это сверху, дорогие друзья, несмотря на то, что дистанция, близкий бой был, умудрился Головкин и здесь нанести два удара. Но вот рефери неправильно руководит этим боем, не выполняет, видимо, боксеры команды, естественно, получается. Много ошибок рефери допускает, на мой взгляд, в этом поединке. Может быть, они такие явные, но как-то не смело он вмешивается. Да, тяжело, тяжело достается рефери в этом поединке. Он, по-моему, это показал нам всем, вздохнул тяжело. Ну, давайте. Вот, закончился первый раунд. Один удар удалось нанести пакистанскому боксеру в этом раунде. Мощную атаку проводил Головкин, вот сейчас мы видим, и все эти удары в цели мощнейшего, видели? Справа удар точно, может быть, не в подбородок, а, так сказать, в область вот носа там, и пропускает. Видите, все время пропускает. Сколько безответных ударов. Вот видите, и вот, вот, точно сейчас подбородок был удар. Вот несколько успокаивают, по-моему, Геннадия Головкина, чтобы он не потерял какой-то ритм боя, какое-то спокойствие. Вы видите, всего один удар его соперник умудрился нанести. Ну, и разница в этом раунде соответствует тому, что мы видим. И не нужно ему здесь в ближнем бою ничего делать. Вот не умеют у нас еще после атаки, боксеры разрывают дистанцию. Почему все время после атаки нужно идти вперед, я этого не понимаю. Провел атаку, сделал защитные действия. Посмотри, в каком состоянии находится твой противник, и только после этого продолжай. Или дальше атаку, или подумай, что тебе сделать в следующем моменте. Видимо, Геннадий очень-очень хочет эффектно закончить этот поединок. То, что он выигрывает и выиграет, у меня сомнений нет, но как-то уже поверил настолько он в себя, что хочет продемонстрировать что-то такое необычное. Ну, мне-то понятно, ваше пристрастие к этому спортсмену, представителю Казахстана. Но я хочу сказать, что действительно объективность такова, что он сильнее намного в этом поединке. А вот удастся ли ему реализовать свое... Привите, как на дистанции, как четко получается все. Очень часто, Николаевич, вы что-то говорите, боксеры кому-то вас слышат. Потому что определенная школа, конечно, тоже была в свое время в молодости пройдена, в течение 12 лет. Вот, и, конечно, так и хочется иногда подсказать спортсменам, наблюдая их поединке, чтобы можно было и сделать. Ну, вот, если бы старость знала, если бы молодость могла... Посмотрите, опять серия из трех ударов безответных. Если бы молодость знала, если бы старость могла бы. И так, вот как только на дистанции начинает вести поединок Головкин, все. Ну и не надо бежать за ударами, тем более ноги отстают у Головкина. Жалко, не успеет он вести четыре удара, чтобы закончить бой. Если только не выстрелит очень точно своим ударом справа. В этом, мне кажется, нет и никакой необходимости. Нужно грамотно, технично проводить поединок до конца, не думая о той разнице, вот, пресловутой в 20 ударов, которые, вот, я уже говорил много раз, что я ее никак не воспринимаю. Видите, сначала левой рукой отодвинул, а потом провел двое. Одна секунда, одного удара не хватило, чтобы бой был закончен. Но ничего, тем не менее, так сказать, это, наверное, даже лучше, уважаемые зрители, мы еще сможем насладиться одним раундом исполнения такого, на мой взгляд, мастера перчатки. Ну, тут еще до такого совершенного мастерства еще нужно расти, безусловно. Вот, когда он начинает применять, так сказать, такие игровые действия, я имею в виду защитные действия, в сочетании с атаками, у него все прекрасно просто получается. И когда это только такая грубая физическая атака, и вперед, безусловно, здесь он многое теряет. Секундирует его, олимпийский чемпион, Ермахан Ибраимов из Казахстана. Долго шел к своей олимпийской медали Ермахан Ибрагимов, вот, и вот, это справедливо, что вот молодой такой, да, тренер возглавляет сборную команду своей страны. Олимпийский чемпион Фиднэй. Как вы считаете, вот, то, что Геннадий за три раунда пропустил всего пять ударов, это говорит о том, что защита у него все более-менее? Не, я, я, так сказать, ну почему, может быть соперник его не наносит так мощно, удары, связывать эту защиту. Лучше все смотрит, вот видите, вот смотрите, как справа, навстречу. И почему не упал его соперник, я до сих пор удивляю. Только из-за перчаток, скорее всего. Ну, может быть из-за перчаток, может еще по причине. Есть такие индивидуальные особенности у боксеров, держать удар. Ну, конечно, здесь преимущество. Да, ну и вот здесь должны бы там уже вмешаться, мне кажется, разница есть. Четвертый раунд. Очень интенсивно, хорошо, жестко провел этот поединок. Тем более, да, в 20 разниц, и преимущество здесь на стороне, безусловно, Головкина. И шансов у представителя Пакистана никаких нет. Ну вот судья тут делает предупреждение за удар открытой перчаткой Геннадия Головкина. Нужно перчатки заворачивать, когда на нынешний удар. Неплохой бокс продемонстрировал представитель Казахстана. Ну, наверное, оппонент у него не самый грозный, не самый тяжелый. Но, тем не менее, чем дальше, тем придется все свое мастерство, всю свою ударную мощь использовать чаще и более аккуратно. У меня уже такое подозрение, что делает с соперником все, что угодно. Конечно, сильнее в этом поединке Геннадий Головкин. Это всем очевидно. Ну и вот чего там видит и главный судья, и все видят, по-моему, что уже все. До сильнейшего удара осталось несколько секунд, и не выдержит. Вот сейчас вот... Просто повис уже. Вклинч, да, время-то идет там. Ну вот еще и плечом ударил. Ну, это лишнее. Это лишнее совершенно. Нужно с уважением относиться к своим соперникам. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...